всем привет с вами фанатик это игра mkset и я продолжаю прохождение оказался я в какой-то пещере разрушенной блин артефакта уже нет ничего нет непонятно ни хрена то произошло со мной так мне надо прокачать уровень повышение и уже седьмой уровень у меня в наличии до 21 очко перков нет пока что перков тут конечно просто неимоверное количество так так оружие оружие нет мне интересно наверное забустить еще технику тут у меня реставрация уже прокачана здесь что как пробка и я так и не понял пока что куда это чего и как значит плюс 3 для роботов союзников на 5 раундов за каждый ход они получают энергетический урон то есть бустит их но при этом они урон получают интересное энергетическое сопротивление плюс 15 состояния но это для алкоголика и здесь дополнительный перк сразу можно получить очень кстати круто но вот эти навыки как-то мне ну так себе не очень понравились на самом деле лучше действительно пилотирование взять здесь повышенная защита будет от двух параметров еще и класс брони повышенный вообще хорошо холодное оружие не интересно а вот защита это прям ништяк правда я сейчас до 90 опять же не бустану наука уже у меня хорошо прокачана выживание надо подумать еще насчет выживания тела у меня конечно нет уклонение ночью регенерация и вашей ваших компаньонов дополнительно это прикольно тоже не самые полезные навыки скажем так влияние может мне бустануть на убеждение кого-нибудь убеждать и наверно полезно торговать к сожалению не получится нормально тут у нас сегодня к плюс 10 пассивная способность вот это ништяк сложный выбор на самом деле чтобы такого взять выживание дальше не самое полезное единственное что тело пустит на финальном навыке тело пустит на единицу влияние чем бустит особенности перчаток дает какую-то убедите противника в том что им совершенно необходимо испытать сильную головную боль криминал того чтобы вскрывать замки и и немножечко перемещаться быстрее точность в течение следующего раунда положенный выпад это на милишное оружие так понимаю взятки скрытность обучаемость скрытности это все мне не интересно вот от слова совсем вот это неплохо можно будет стимуляторами прям активно пользоваться плюс биохимическая защита повысится реанимация репутация повышается давайте буду прокачивать пилотирование наверное все таки на фулочку туда вливаю все очки и идем дальше ничего здесь не осталось я бы наверное облазил полностью пещеру темновато конечно но вдруг здесь какие-то еще припасы я найду мало ли кто-то осталось под каким-нибудь камнем а вдруг вот сюда вот подойти этот уголочек все таки восприятие хорошее как раз всякие секретики искать само то что надо а вот он выход из пещеры ага подожди выход из пещеры успеется сначала осмотримся еще здесь ничего нету а с этой стороны надо будет еще перчаточку бустануть все таки психические атаки но блин она опять снизилась видите урон понизился потому что психа понизилась и никакого психовлияния нет легкая перегруженность сколько у меня кстати 104 из 87 ну да действительно легкая перегруженность надо будет вот это вот все интересно если я разберу разберу вот это что я получу например если дальше я захочу улучшить оружие у меня нету ни набора ни вот этого вот журнала а вот электроприборы и реликтовая пыль я получу это и разберу окей нельзя использовать в сервоброне блин да ладно я не хочу ее здесь оставлять серьезная перегруженность сразу становится смотрите да блин нет за что за что блин к тому моменту как вы выбираетесь из пещеры пустыня погружается в глубокие сумерки в густом мраке парят голубые огоньки светлячков прохладный и сухой воздух пахнет остывающим песком присмотревшись вы замечаете невдалеке какое-то высокое белое строение экран вашего каэруса моргает система сообщает об ошибке при попытке обновления встроенного атласа когда карта загружается вновь на ней нет никаких пиктограмм только одинокий маркер обозначающий ваше местоположение что же по крайней мере судя по координатам вы все еще рядом с Нэшвиллом ну так то да все еще рядом с Нэшвиллом так данные кодекс технологии кронус так 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 что что где пять чего то у меня вот сотрудники да это не очень интересно так сломанная реликтовая сфера спускает слабое излучение неизвестной природы хорошо что еще здесь у нас остальные реликты у меня вроде бы а вот барбара барбара хорошо и ну с такой перегрузкой я скоро вообще никуда не уйду походу инициатива на двадцать снижена регенерация на пять ловкость на единицу обалдеть просто что еще разломать вот это вот пульсар пульсар сразу разойдите разборка 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 немножко поменьше стало молоток тоже молоток нельзя разобрать только выбросить вот этот артефакт мне нужно наверное продать потому что минус пятнадцать точность мне никак не подходит так бывает косишь как зараза ну и лопату одну как минимум нужно будет продать короче мне срочно нужен торговец который примет тяжелые мои припасы я немножко поразбирал о переход подожди переход вон там мусорный бак какой-то болты какой-то комплекс смотрите-ка походит отвлекающий вид опять эти что ли мутанты до сих пор здесь гуляют интересно как же так ладно о машина радиомашине хрипит сотрудникам задачами в опасной зоне срочно покинуть предоставляется убежище город расположен на достаточном удалении не следует поднимать панику феномен вихря под пристальным вниманием доверие властям нового комитета проблема будет решена в ближайшие сроки ага хорошо обшарить вот этого товарища тут чём письмо на бланке проекта эмулятор хорошо просканировать больше уж никого нигде не лежит правильно письмо 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 прости что обращаюсь за этим к тебе но попросить больше некого через пару часов Накамура объявят общую тревогу класса 6С город окончательно закроют и на любые работы в поле наложат вето пока на контрольных постах бардак нам критически важно получить данные по динамике структуры психополя возле вихря в идеале конечно и внутри него самого но о невозможном просить не буду и напоминаю будь осторожен у меня нет другого сотрудника с твоим опытом и другого друга тоже нет генри это р в итоге он погиб понятно рюкзак мне просто необходим очень срочно необходим мне рюкзак так данные значит журнал вы очнулись от стазиса подозреваю насколько мощный здесь 55 в принципе я могу победить особенно если со скрытности бубукну его сразу перезарядить давай еще раз проверим что здесь механическая защита 21 все защита единица нет давай все защиту тогда там вам прикольно промазал недосягаемости а чё ты скрытности того шевалил ой там еще идут я бы их всех грохнул и повазил бы немножечко здесь по исследовал так давай бах отлично чё это у нее за оружие такое я такое хочу долго там ой 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 еще один напал хрена себе у него расстояние я отсюда попаду ой шанс какой-то ну такой себе посмотрим что у него механическая защита 31 блин вы издеваетесь что ли ну ладно оттупить что ли чтобы он меня не видел пусть подходит сам чё я буду к нему подходить могу накопить принципе очков действий а потом с ним сразиться они сразу вдвоем 57 спешит на помощь здесь механическая защита опять же высокая отдаёт самоубийственные приказы хорошо давай жду ох нифига себе как он умеет окей давай в упор 83 процента шанс попадания какой-то не очень высокий 242 опыта ух ты они плохо где там вторая мадам жду тебя тоже и она пытается в меня попасть что ли оттуда еще раз жду на нее это получается смотрите-ка очень даже неплохо получается давай сюда ждать может она оттуда попадает может блин да ты издеваешься ладно ответный огонь блин промах опять критический хорош ну что надо подлечиться мало ли еще кто-то прибежит усталость еда все дела все хорошо так стопы обшарить у него легкое оружие выпуск и посканировать я их конечно же не могу окей забираю и третий давай вскрытности погнали ну там какой-то сундук скоро вообще ходить не буду жадность блин жадность что-нибудь не нужное выкинем если что какие-нибудь банки склянки которые ничего не стоят обыскать автомат ха автомат типа сломанный получается о неплохо еда мыло все дела все дела мыло все дела Прям какой-то комплекс. Объект Nashville. Смотровая площадка. Интересно. Бинокуляры. Много тут этих бинокуляров. Какой-то лифт. Это, видимо, сверху надо спускаться. Хорошо, давай попробую я глянуть. Это даст. Вы останавливаетесь возле бинокля. На оранжевом корпусе устройства виднеется полустертая надпись «Западный сектор». Заглянуть. На запорт уходит единственная магистраль. Раскаленный воздух поднимается от белых сверкающих солончаков. Искажая изображение, светлые полосы едва заметны на фоне белого песка. Точно обрисованные контуры какого-то объекта, слишком прямоугольного, чтобы быть частью ландшафта. Где-то там должен быть объект C12 Nashville. Точнее, то, что от него осталось. То есть они построили рядом эту базу, чтобы разглядывать, что происходит там. Присмотреться к непонятной полосе. Сначала кажется, что вы видите отражение солончака, висящее на раскаленном воздухе. Но для «Миража» смотрится слишком правильно. Слишком массивно и рублено. Сложно сказать, что это. Объект на западе купола были изучены плохо. А планы на их освоение сдвинуты в далекое будущее. Доберутся ли до них когда-нибудь? Непонятно, да? Отыскать базу Nashville. Припомнив маршрут до Nashville, вы наводите окуляру бинокля на руины. С этой точки видно не очень хорошо. И все же можно разглядеть окрестности и даже парковку. Осмотреть парковку. Обломки бетона и скальной породы завалили все площадки парковки. Турели, будки охраны, подбитые, брошенные грузовики. Все это смято, разорвано в клочья. Разметано по начинающему зарастать асфальту. А, по начинающему зарастать асфальту. Ага. Ну понятно, отойти. Все ясно. Пещера где-то далеко оказалась. Интересно. Бочка с припасами, посмотрим. Еда. Блин, я не хочу наверх смотреть. Я хочу посмотреть, что здесь. Блин, ну так неинтересно. Ладно. О, есть лестница наверх. Ништяк. Зашел я где-то, да, вот. Давайте поднимусь наверх, посмотрим, что тут. Интересно, по крайней мере, очень. Вот он, лифт, которым можно воспользоваться, в принципе, да? А, нет, не работает лифт. Тогда нельзя воспользоваться. Обшарить старый ящик. Закрыто. Скрыть инструментом. О, пачки. Защитная маска. Высокоемкая батарея и электроприборы. Ништяк. Прямо-таки ништяк. И что маска мне дает? Защита, защита. А, то есть это отдельный эквип. Вообще ништяк. То есть и здесь теперь у меня есть защита немножечко, и здесь. Хорошо. Это радует. Не зря я сюда наведался. Легко так разжился эквипом. Хорошо. Так, 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 так. Где? Вот сюда мне надо назад вернуться. Здесь, я так понимаю, больше ничего нет. На смотровой площадке можно еще на Нэшвилл полюбоваться. Хотя, стоп. Давайте я попробую вот восток. Попробовать разглядеть базу Магеллан. Конечно, было бы здорово, если бы подземный бункер вышел рассмотреть прямо с обзора на площадке. Но, увы, современные бинокли пока не обладают такими возможностями. Остается полагаться на воображение, визуальную память и старые карты. Впрочем, вам удается зацепиться взглядом за небольшую парковку, окруженную бетонным забором. В конце площадки видна приземистая постройка с герметичными дверями. Наверняка это и есть Магеллан. Я понял. Хорошая такая площадка. И вроде бы пси-излучения нигде нет, но все равно эти сошедшие с ума сотрудники здесь гуляют. Я понял. С этой стороны получается все. Я здесь даже зайти, да, мог, по сути? По сути, да. Ладно, тогда давай сюда. Вот эти все вещи, интересно. Вот тут есть лестница. Нужно взбираться, короче, наверх. По этой лестнице. Контейнер, кстати, я не обыскал нифига. Подожди, контейнер надо обыскать обязательно. Обязательно надо обыскать этот контейнер. Почему он... Нет, просто пустой оказался. О! Здесь кто-то спал. Видимо, вот эти как раз сошедшие с ума сотрудники. Ивандрос. Спали, отдыхали. Я могу, в принципе, тоже поспать, да, немножко. Две сотни усталости у меня есть. Пару часиков вздремнуть, интересно, если... До трех часов, например. 3.05. Давай поспать. Оп. Ну, нормально. Этого устраивает меня вполне. Это меня вполне устраивает. Тут тоже ни хрена не оказалось. Вот это что? Это не припасы, в случае, там? В уголочке. Что это такое? Команый автомат. Это я уже обыскивал, по-моему, да? Нет? Давайте проверю. Нет, не обыскивал. Забираю тогда припасы. Его уже обыскано. Хорошо. Давай тогда вот этот вот. Тоже пустой. На лестницу. Погнали. Сберусь наверх, посмотрим, что здесь. Это забрать, это забрать. Земля мне не нужна. Так. Это куда ведет? Какой-то закуток, уголок. Давайте сначала сюда. Здесь, вон, есть ящики. Там, кстати, леточный горшок. Я вроде бы его обыскивал. Я спускаться не буду, пожалуй. О, какая-то книжка новая. Устройство плюс 15. Руководство диверсии для чайников. Хорошо. Ну, там еще ведро для мусора тоже сейчас обшарим по Береку. Я думаю, скрываться уже смысла не имеет. О, найден секрет. Зашибись. Странный кейс. Закрыто. Опа. Обзломать я его уже не могу. Проблема. Не хватает. Ладно. Нет так нет, что поделать. Бывает такое. Но главное, что секрет найден. Это самое главное. Опыт я получил за это. Что надыбал секрет. И больше здесь ничего нету. Нахрена они спали внизу, если можно было спать наверху. Тут же безопаснее было бы. Сейчас спускаюсь я. О. Это прозрачное стекло. Все. Ну и теперь в машину и погнали отсюда. Использовать. Вы наклоняетесь к радиоле, встроенной в торпедо машины. Торпедо. Выклики аварийной радиостанции теперь звучат громче. Но едва ли внятнее. Впрочем, можно попробовать подстроить частоту. Покрутить ручки на стройке. Вы поворачиваете регулятор. Звучание аварийного оповещения становится чистым и уверенным. Рация хрипит. Внимание. Это не учебная тревога. В районе влияния мега... Аномалии вихря. Ситуация 6С. Дальнейшее нахождение в желтом секторе запрещено. Сотрудники с задачами в опасной зоне срочно покинуть район. Следуя планам эвакуации. Голос на секунду тонет в помехах и прорывается вновь. Всем обитателям купола, нерешенным гражданства нового комитета, предоставляется убежище. Город расположен на достаточном удалении от желтого сектора и может считаться безопасным. В динамиках слышится далекий гул аварийных сирен. Диктор продолжает говорить. Не поднимайте панику. Феномен вихря под пристальным вниманием наших ученых и специалистов по безопасности. Зарегистрированное движение ПСИ-фронтов будет изучено и проконтролировано. Настоятельно просим не распространять недостоверные слухи о жертвах среди населения. Сохраняйте доверие к властям нового комитета. Проблема будет разрешена в ближайшие сроки. Внимание! Это не учебная тревога. Сообщение начинает повторяться вновь. Стукнуть по приборной панели. На секунду звук в динамиках пропадает, а затем треск и скрежетание помех возвращается с удвоенной силой. Текст объявления. Все. Так же еле слышно по частям. То есть можно было просто постучать. Хорошо. Раз машину я разобрать не могу, никак ничего с ней. Погнали дальше. Выход в купол. Покинуть локацию. Так. И теперь я могу путешествовать, да? Куда мне хочется. Пойти на Нэшвилл на парковку. Такое себе. Можно вернуться на пикник. Здесь как раз вихрь на центральной станции. Трущобы пригорода и парковка Магеллана. Ну давайте на пикник пойдем. Отправиться. Вы бредете по пустыне и вдруг падаете, на мгновение потеряв сознание. Гул, похожий на тихое гудение громадного колокола, наполняет вашу голову. Пространство вокруг вас вновь скрывается за волнами тумана, но теперь он иной. Это ровное белое марево скрадывает все ненужное, выделяя важное. На северо-востоке виднеется мерцающий столб голубого света, бьющий прямо вверх сквозь облака, как луч огромного маяка, направленный в небо. Не сводя глаз с луча, вы с трудом поднимаетесь. Каждый шаг дается с большим трудом. Голова раскалывается. Это не последствия солнечного удара, а то, что вы видите, не мираж, это что-то другое, что-то происходит в вашей голове. Воспользоваться своими познаниями в медицине, чтобы нормализовать состояние. Обыскав карманы униформы, вы находите несколько таблеток. Некоторые из них снижают давление, другие снимают головную боль. Вы закидываете таблетки в рот и через некоторое время понимаете, что вам стало легче. Гул и боль в голове вскоре проходят. Остается лишь медленно растворяющийся в воздухе туман и голубое свечение, угасающее вдали. Это исчезающее свечение вы уже видели с другого ракурса. Тот взрыв, мелькнувший сквозь облака, раздвинутый вихрем, именно от него остался этот луч странного света. Должно быть, это что-то значит. Может быть, именно туда, на северо-восток, теперь лежит ваш путь. Понятно, отправится. Пересекая гребень очередного бархана, вы замечаете у его основания полузанесенное песком тело. На сухом кусте неподалеку сидит пара бурых пустынных воронов. Падальщики не спешат. Видимо, человек еще жив. Пуститься к лежащему. Вы внимательно разглядываете человека на песке. Этот мужчина средних лет довольно широкоплечий и рослый. И он одет в униформу фаланги. Раненый, ранений и травм не видно. Но кожа сморщена и глаза сильно запали. Когда ваша тень накрывает его лицо, он с трудом разлепляет веки. Пить воды! Ну, нет у меня воды, дружище, извини. Подождать, пока жизнь не покинет обезвоженное тело. Вы садитесь на песок неподалеку. Некоторое время мужчина просит воды, потом начинает бредить, потом замолкает. Вороны слетают с куста и неспешно ковыляют в сторону трупа. Да, спасти не удалось, к сожалению. Потому что воды у меня нет. Обчистить карманы трупа. Вам даже не приходится лоиться. Жертве жажды все равно, что с ним происходит. И вот ваши ловкие пальцы делают вас немного богаче. Сканировать труп. На экран вашего Кайрус выводится подробная информация о покойном. А еще в разделе карты купола появляется пометка с координатами. Возможно, стоит сходить и проверить. Где появляется? А, неизвестная какая-то, я понял. Далековато так-то идти. Тем более пешком. Все, войти в локацию. Добрался, наконец-таки. Комбонды полторы тысячи я получил. Ничего себе, какой богатый мужик был. Турелька сразу же, смотрите-ка. Еще турелька. Еще турелька. Нифига себе, они как хорошо живут-то теперь. И там турель. И здесь турель. Везде турели. Ого-го-го-го-го. Записка, ну-ка. Свободные люди нейтральной зоны. Прямо за вашим порогом вершится беззаконие. Преступники грабят и убивают мирных торговцев. Ставим под вопрос само наше существование. Я не хочу и не стану закрывать глаза на происходящее. Я выхожу на путь борьбы и прошу всех, кто может встать со мной плечом к плечу. Координаты укажу ниже В. Обнаружена локация. Караван. Интересно. Недалеко, кстати, караван. Так. Давайте сразу направляюсь сюда. Есть там этот Аарон Мелвилл. Пэрис. Приветик. Это женщина с уставшими, помятыми, но все еще красивым лицом. Зовут Пэрис Лэнгли. По крайней мере так написано на ее бейджи. Она стоит на посту, оглядывая околисности. Вы подходите, Пэрис оживляется. Это про тебя говорят, что ты бродишь по всему куполу? А в Магеллане бываешь? Можешь найти человека, я заплачу. Немного, но деньги никогда не бывают лишние, да? Узнать подробности задания. Черный достает из кармана мутную выцвешившую фотографию и показывает вам. Я ищу Лайта на Лэнгли, брата. Он остался в новом комитете, вроде бы. Точно не знаю, от него давно нет вестей. А я все успокоиться не могу. Все думаю, что с ним что-то случилось. Он не такой, чтобы просто пропасть. Он бы разыскал меня. Пэрис стряхивает пепел с сигары. Накамура хвастается, что новый комитет – преемник Кронус. Но это брехня. Конечно, не было в Кронус такой анархии, с такого бардака. Эти идиоты ничего не видят дальше своих бумажек. Сказали, я дезертир. Ну, ты представляешь? Сдалась Электрон и ушла к чертям. А брат остался. Он такой исполнительный, правильный. Нас так воспитали. Она прибивает носком ботинка оранжевые искры, рассыпающиеся по асфальту. Будь корпорация прежней, они бы сообщили мне, что произошло с Лайтоном. Но никакого комитета уже нет. Просто вывеска. Да что я говорю вообще? Ты и так все знаешь. Пэрис подает вперед, пристально глядя вам в глаза. Если честно, я думаю о самом худшем. Лайт мертв. Я сестра его, я своему чутью доверяю. Но эти бюрократы, чертовы, меня в морг не пустят. Ты ведь знаешь, на Магеллане, на этаже Белого Крыла, есть морг. Просто посмотри по картотеке и в холодильнике загляни. Если он там, мне нужно об этом знать. Лейтон Лэнгли, мой брат. Запомнишь? Сказать, что запомнили. Я отойти. Но перед этим давай поторгуем. Ой, сколько у нее много барахла. Обалдеть просто. Хорошего тебе дня. Так, обшарить ведро для мусора. Давай. Забираю. Лестница наверх. Как мне помнится, там были сундуки. А теперь здесь сундуков нет. И балки нет. А смысл тогда сюда было залазить? Ладно. Хорошо. Лазим назад. Там еще один. Ведерочек для мусора давай. Опа. Земля. Ну такое. Здесь уже никто не сидит, не отдыхает. Но этот на месте, Мэлвилл. Музыкальный автомат можно использовать. Новые вывески. Не хочет работать музыкальный автомат. Прокованный какой-то. Вот. Цветочный горшок. Тоже надо заглянуть. Опять земля. Да что ж вы издеваетесь. Везде земля. Как бы. Понятное дело. Земля самая логичная, что может быть. Здесь унитазы все рабочие. Раковины рабочие. Все хорошо. Теперь все работает у него. Ловушки отпадальщиков все еще на месте. Ладно. Погода зайти? Да, у меня ключ также остался. Все хорошо. Ну давай пообщаемся. Старик Мэлвилл нисколько не изменился. Все та же грязная спецовка, придурковатое выражение лица и странно косящие глаза. Даже компьютер, с которым Аарон играет в шахматы, все тот же. Пластик на корпусе машины изрядно пожелтел. Но ЭВМ все еще работает. Черные выигрывают. Тихо хайпит динамики, когда вы подходите к столу. Мэлвилл поднимает взгляд на вас. Кому там дома не сидится? Чего шляешься людей без п... Он замолкает, протирает глаза, улыбается. Красота моя, ты что ли? Давненько мы не виделись. Это ж сколько пролетело? Два года? Да, выходит так. У меня хорошая память на числа. Сказать, что вы хотите выпить и перекусить. Старик опирается на прилавок. Да ради бога, красота моя. У меня теперь тут внучка готовит. Так что степня теперь вроде съедобная. Да и выпивку завезли. Спросить про внучку. О, да, золото моё. Уж такая девочка. Всё тут в кулаке держит. Дед довольно улыбается. Он спохватывается. Так что, покупать будешь? Само собой буду покупать. Сомневаешься. У меня теперь две тысячи. Полторы тысячи просто в карманах какого-то чувака нашёл. Обалдеть. Воду берём сразу. Всю, всю воду обязательно. Офи тоже берём. Обязательно. Так. Что ещё? Что ещё мне надо? Картошка, лучок, яйца. Все беру сырые. Ну и картошку с лучком, наверное, тоже. Давай вот это. Где? Не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Картошку вижу. Одел лучок. Неужели нет лучка? Ну, без лучка мне тогда картошка не нужна. У него тут всякие гарпуны. Стазисы. Газировка шоу. Течение заряд бодрости, кстати. Надо будет ещё газировочку, пожалуй, взять. Она у нас стоит, в принципе, не так дорого. Давай газировочку возьму. Тоже пригодится в хозяйстве. Так. Ну а теперь. Значит, швабру забирай. Молоток забирай. Оружие, наверное, светляка. Или разобрать его. Сколько оно стоит? 250. Ну, П лично так-то теперь стоит. Если вот это всё убрать. 112. Ну, почти половину стоимости. Нормально. Такая, наверное, прокачивать пока что не буду. Так, лопата. А в чём отличается эта лопата от этой лопаты? Почему они в разных слотах? По две лопаты только можно. Так, значит, пиво не продаём. Эликт продаём. Не нужен он мне вовсе. Канистры туда уже нафиг. Так, сколько у него? 490 денег. Так, давай для начала вот так подтвердим с девочкой. Такой есть крысы. Крысиная лапка. Обычная. Пласты это уже приготовленные, да? Это уже приготовленные. Мне бы лучка. Надо поискать лучок где-нибудь, приготовить ещё. Всякого разного. Так, продать. Гаечные ключи почём? А неплохо? Давай продаю гаечные ключи. Не нужны они мне? Стоят, в принципе, норм. Вполне себе. Так, патроны, значит. Гранатомётные патроны. Оружейные патроны. Пистолетные патроны. О, ты ж, ё-моё. У него столько денег не будет. Ветчину, наверное, давай. Консервированную. Я у тебя возьму. Картошка вся сколько будет висеть? Полтора килограмма. Блин, много на самом деле. Полтора килограмма. Ладно, давай я куплю у тебя. И это тоже. Вдруг лучок найду. Смогу приготовить. Всякое полезное. И, наверное, тут нормально, тут нормально. 150. Да и патроны мне не особо-то нужны. У меня хватает. Я перчаточкой пользуюсь. Всё хорошо. Я смотрю, там механическая электрозащита у всех высокая. Поэтому 90 это стоит. 3 патрона забираю назад. И 48 ружейных патронов забираю назад. Ага, ещё надо что-то у него взять. Рыбные снэки. Очень солёная еда. Просто жестяная банка, блин. Ничего особо полезного у него нет. Горючее тоже не надо. Ладно, патроны. Половину давай назад. Вот так вот расплатимся. Всё. Поторговали. Неплохо так. Спросить, как жизнь? Старик машет рукой. А, жизнь. Придумаешь тоже. Жизнь, так понятно. Тоже самый диалог. Спросить, не нашёл ли он своего пропавшего сменщика. Дед удивлёнок рякает. Ишь, чё. Память у тебя, конечно, хороша. Он расстроенно чекает, очешет морщенщийся лоб. Да, нашли мы его. В подвале под заправкой лежал. Только он уже того был. Не кроет. Так и похоронили. Спросить, что у него с ногой. Мелвел чешет затылок. Будто размышляя, стоит ли вам об этом рассказывать или нет. Эх, ладно, слушай. Когда меня сюда только назначили, я бы на болото хаживал. С поставками ещё тогда туго было. А на болоте куча всякого хлама осталась от экспедиции. Ну, я и подумал, оттуда чего полезного притащить. Однажды иду себе глядь пещера. Ну, я дурак старый, туда и полез. Вижу генератор, оборудование какое-то, лестница вниз. Явно место раскопок заброшенное. Или что-то такое. Ну, думаю, повезло. Не с пустыми руками вернусь. Только спустился по лестнице, слышу грохот. Оборачиваюсь, а там камень здоровенный из-под земли прямо лезет. Только вот не камень это был. Старый Эл. Собственной персоной. Мелвел многозначительно сверкает глазами и выдерживает паузу, ожидая вашей реакции. Ахнуть. А, тьфу, ты ж не знаешь. Ну, это один из тех крабов страхолюдных. Я его, значит, на болоте раньше видел. Прозвал старым Элом. И вот угораздило меня на его гнездо наткнуться. Ну, он мне ногу и отхреначил, в общем. Уж не знаю, как, но я таки отполз в какой-то от норок, где он меня не смог достать. И вызвал внучку по рации. Благо Элом мне заодно рану прижег своей раскаленной клешней. А то я б на месте кровью так истек. О, да и молодец. Не то, что я. Примчалась, прокралась ко мне и вытащила. Никогда еще она меня так не ругала. Хе-хе. Старик улыбается, поглаживая бороду. Ногу жалко, конечно. Ходила в двойку моих любимых, так сказать. Я б ее похоронил с почестями, коли б нашел. Но на старого Эла обиду не держу. Будь я на его месте, поступил бы точно так же. Предложить вернуть Мелвину его ногу. Его кустистые брови недоверчиво приподнимаются. Серьезно? Ха, а я-то думал, что пошуть так. Что пошутил. Ну ладно. Если принесешь, я в долгу не останусь. Сказать, что теперь заправка напоминает поселение. Айрон кивает. Вот правду говоришь. Я даже думаю второй этаж настроить и комнаты сдавать. И чтоб окна на север с видом на болото. Видовые аппараты, так сказать. Видовые аппараты? Хе-хе-хе. Сказать, что хотите выпить и перекусить. А, ну все. В принципе. Это торговля опять. Переносимый груз. У меня все еще перегрузка просто дичайшая. Я не знаю, что с этим делать и как с этим быть. Вот эти, наверное, дофига весят. 8 килограмм. Но они мне нужны. Проблема-то в этом, что они мне нужны. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ладно. Хорошо, дядь. С тобой все ясно. Сейчас приготовим вкусняки. Что сейчас я тут обутаю. Всякое разное. Залезу в подвал. Там посмотрю, что происходит. Володильник. О. Готовый обед. Баланс. Действительно хорошо теперь живут. О, у него тут даже верстак есть. Обалденно. Смастерить чего-нибудь. Энергон. Мм. То есть из кофе делается энергон. Ништяк. Надо сделать. Рад. Орс. Тоже, в принципе. Ну тут много всего надо. Нихрена себе. Радиацию снижает. Но это мне не нужно. Кре-граната. Шоковая граната. Цвета шумовая. Цвета шумовая. Химическая. Обалдеть. Ого. Ого. Усыпляющая граната. Коктейль молотого. Вызывает горение. Энергетическая защита от цели снижается на три раунда. Слушайте, обалденно. Интересно, сколько очков действия тратится на то, чтобы бросить эту гранату. Вот тут. Коктейль молотого прям легко. Спички. Сок ткани. Давай создать несколько сразу. Так. Блин, эти я не хочу там тратиться. Вот тут пластик. Электроприборы. Оружейная батарея. Это дает. Электромагнитный импульс. Тоже создать несколько. Тринадцать штук. Ой, нет. Тринадцать штук. Мне не надо. Ну, давай. Сточки четыре. Крио граната. Вызывает обморожение. Реагенты я тратить не буду. Пожалуй, на это дело. Порох можно еще наклепать. Ну, такое тоже. Стильные бинты. Это понятно. Энергон. Лучше я энергон создам. И бинты создать несколько. Все. Хорош. Еще и подкачался немножечко так. Так, тут терминал. Могу воспользоваться терминалом. Давайте посмотрим. На экране терминала светится надпись. Система заблокирована. Ага. Не могу воспользоваться. Жаль. Давайте еще теперь приготовим. Вареное яйцо можно наготовить. Так. Так. А что не хватает? Лук заканчивается, да? Рваная свинина. Готовлю. И вареное яйцо создать несколько. Давай четыре штуки. Потому что еда все-таки нужна. Там еда бы пригодилась. Все. Приготовил я. Мне бы побольше на самом деле воды. Вот. 80 и 250 опыта. Хорош. Там где-то аптечка. Аптечку упустил. Аптечку пропускать. Нихрена себе три хилки. Оу-оу-оу-оу-оу. Это ништябас. Но у него пока что брать нечего. Кроме патронов. Давайте спущусь я вниз. Посмотрим, что тут. Подвал-кафе. Подвал-кафе. Инструменты. Тоже на оборудование. Тоже давай. Так. Сейфовый шкаф. Вот это уже интересно. О, так он открытый. Правда пустой, к сожалению, оказался. Вообще хороший подвал, я смотрю. Четкий. Инструменты и приборы. Давай вот здесь еще. Ничего не найдено. Бочка для припасов. Забираем. Армейская аптечка. Генератор я трогать не буду. Ящики. Ничего не найдено. Опять бочка. И приборы какие-то тут. Инструменты и приборы. Тоже забираю. Тюрьма. Так, давай. В чем койка есть? Можно отдохнуть. И тут еще тоже какая-то бочка с припасами. Давайте. Закрыто так. Серьезно. Я даже выбить не могу. Мощная дверь. Ладно. Нет, так нет. В подвале тюрьма. Не, ну хорошее место на самом деле для тюрьмы. Такой люк наверху. Железный. Даже, наверное, стальной. Скорее всего. Все. Арон. Мелвилл. Мне бы еще, конечно, какого-нибудь торговца. Веса стала поменьше. Надо посмотреть, что разбор дает вот этой вот ерундовиной. Болты явно не то. Болтов надо будет продать. Пружины, так, гильзы, гвозди. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Осколки реликтов. Тоже надо будет это все напродавать. Аномальный протектор. Сколько он весит? Ни хрена не весит. Так что это нормально. Пустые надо будет набрать. Пневмобаллоны. Что с вот этими делать? Сканировать можно. И вот это подсканировать. Выбросить. Так, стоп. Нормально. Артефакты, которые у меня в инвентаре тоже подходят под сканирование. Четко. Ладно. Тоже надо сканировать штуковина из сломанного чего-то там. Редикт. Вот это я понимаю. Разделить. Выбросить. Общие сведения. Все дела. Хорошо. Налоги про отцов. Можно, в принципе, вот это еще все обшарить. Там не так много урона прилетает. Ловушка. Несмертельно забираю. Бах. 12 урона. Полечимся. Не проблема. Бах. Еще 10 урона. Бах. Еще 15 урона. Все. Ничего, правда, там ценного не оказалось. Очень жаль. На этой заправке я, в принципе, все увидел, что надо было. Вот сюда. Что вот это такое? Станция сервоброни. Воооо, что это такое? Перед вами док-станция для зарядки и улучшения сервоброни. Выполненная по технологиям про отцов. Сейчас стойка пуста. На ней нависают два силовых элемента, покрытых эликтовым напылением. Блин, надо срочно где-то раздобыть сервоброню. Прям срочно. Здесь теперь верстака никакого нет. Смотрите-ка. Это что такое? Кап. Компактный элемент питания. Документный ящик. Ооо. Металлический ящик. Вообще нормально. Разжился я всякими припасами здесь. Сложенное оборудование. Тоже посмотрим. Банка. Металлический ящик. Выбираю все здесь. А, вот стол оружейника переехал. Получается наружу. Давайте посмотрим, что я могу сделать. Патрончики могу. Оружейные батареи могу. Из высокоемкой батареи идут оружейные батареи. Здесь оружейные патроны, заточки. Толку от заточки-то. Так. Автоматные патроны. Винтовые патроны. Давай вот эти вот создать несколько. То, что есть. Пистолетные. Либо вот. Создать одно. Пластик закончился. Пистолетные тоже давай создам. Хотя, не. Давай лучше оружейный патрон. Все. Всякого разного накрафтил. О, это что такое? Это генератор. Клещик с инструментами берем. Использовать генератор. Да ты чего творишь, дубина? Вода отравлена. О, оба отравления. Ну да. Ругается. Хе-хе-хе-хе-хе. Я вижу, что отравлено. Так, давай вот это беру. Ну и пообщаемся мы с тобой. Доброго тебе дня. Прокоплечья женщина, похожая на гнома, внимательно изучает какую-то полупрозрачную пластиковую колбу. На полустертом бейдже еще старого образца написано Галина Басканова, инженер. Она сдувает падающую на лицо прядь и шлепает вас грязной ладонью на протянутой руке. По протянутой руке. Чего это тут крутишься? Эм? Мешать будешь? Я тут дело делаю. Мне тут пустые разговоры даром не нужны. Узнать, что это за штука у нее в руке. Вместо ответа синяя бессоимонна сует колбу вам в лицо. Понюхай. Вроде не воняет, да? Вот и я думаю не воняет. Это фильтр, дорогуля. Все то тебе объяснять надо. Мне он нужен был для дела одного. А дело вот какое. Колодец был, да сплыл. Давно еще. И теперь вот эта штуковина воду качает. Можно из того же колодца, но врать не стану. Только вот вода неважная. Отравленная. Пить нельзя. Я думала дело в фильтре, но ни хрена. Новый нашла, представляешь? Поставила. А его какой-то мерзкой жижей забила. Зеленый такой, как сопли. Фу. Галина морщится и брезгрива трясет головой. Все тем же бессоимонным жестом она берет вас за плечо и разворачивает сторону заправки. Гляди, колодец вон там. Он весь засыпан. Хрен раскопаешь. Тут лопат нужно. А если за заправку пройдешь чуть дальше, будет коллектор. Я по планам смотрела. И коллектор, и насос этот вроде с колодцем связаны. Но до конца не уверена. Я так считаю. Мы тут все за общее дело боремся. И не хрен тебе отлынивать. Сходи и разберись, что там с водой. А я пока насос переберу. Он тоже весь забит. Что скажешь. Женщина-инженер снова сдувает порядку с солба и упирает руку в бока. Ожидая вашего ответа. Ну, сказать, что вы готовы разобраться в проблеме. Готовы? Ох, какие мы деловые. Иди, что стоять-то. Проблема сама не решится. Синяя смотрит на вас с недовольством. Хорошо. А у нее 50 комбонтов есть. Я ей могу, в принципе, за 90. Нет, ну, за 90 такое. Что тебе предложить? Какую-нибудь ненужную хрень. Молоток сколько стоит. Молоток давай. Тебе явно молоток пригодится. А мне он не нужен. Забирай. А комбонды мне очень даже пригодятся. Все. С тобой понятно. О, тут можно куда-то уйти. Что это такое? Это вроде бы путь на болото раньше засыпан был. Но я пока что туда не пойду. Сначала разберемся, что у нас здесь происходит. Так. О. Куча камней. Сила 8 требуется. Нельзя. А тут что наверху? Инструментный ящик. Это, скорее всего, внизу, я так подозреваю. Там я уже все обшарил. Так, тут кто-то стоит. Подожди. А с этой стороны я же могу, по сути, зайти? Да, запросто могу. Куда ты побежал? Сюда иди. Аномалии все пропали. Интересно. Ваш личный ящик. Белла Раптис. Так. Мой личный ящик. Это вот, кстати, очень интересно. Надо сюда чего-нибудь запульнуть. Например. Вот это вот. Мне не сильно легче стало, если честно. Горючее тоже давай. Сколько вот это весит? 8 килограмм. Опять же, 2 килограмма. Оружейные патроны. Такие патроны, такие. Все патроны сюда. Если сложить, уже смотрите-ка. 73 килограмм становится. Всего лишь. Всего лишь. 73 килограмма. Так. Вот эти надо хвосты всякие. Жареные, поджареные. Попродавать обязательно. Они мне не нужны. Я их есть не буду. Так. Молотки. Швабры. Коктейль молотова. Гранатки всякие. Пачки сигарет. О. Что тут тяжелое есть? Ну, медикаменты легкие все. Можно не запариваться по этому вопросу. Здесь легкая, легкая, легкая. Это все легкое. Лопата сколько весит? Лопата 1 килограмм. Запчасти, наверное, весят. Ого-го-го-го-го-го. Ого-го-го. Детали, оружие. Ого. Ого-го-го-го. Детали. Это оружие весят. Пустые баллоны тоже. До хренища весят. Электроприборы. Запчасти. Болты. 2 килограмма. Ну, болты, может, еще пригодятся. Так. Так, так. Мне хотя бы разгрузиться. Вот я, в принципе, уже. Эликты надо будет попродавать обязательно. Ножницы сколько весят? Немного. Ну, основное такое. Не особо-то. Дофигища как-то висит. Мыло. Вон 1,8 килограмма. Ни хрена себе. Это вообще ничего не весит. Полтора килограмма на живое полотно. Ну, основное уже так. Не очень много. Вот еще. Электроприборы туда же. Закину. Я надеюсь, отсюда никто ничего не соприт. Ну, написано, что ваш личный ящик. Так. Инструментный ящик тоже полазил. Лопата. Возьму лопату. Что нет-то? Теперь перегрузки у меня нет. Сколько осталось? 60 и 69. Хорошо, кстати. Очень даже хорошо. Ну, и на этом, друзья, давайте пока что закончим. Всем спасибо за просмотры, лайкосы и комментарии. Не забываем про подписочку, про колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. До новых видосов, стеймчанских. Вот это вот всего. Всего хорошего. И до новых скорых встреч. Пока-пока.